Всем привет, на связи Мабу. Мабу это платформа по разработке мобильных приложений. И вот в сегодняшнем таком новогоднем видео я отвечу на главный вопрос года. Как же стать Android разработчиком в 2022 году? Да, Новый год уже начинается и поэтому нужно уже подкорректировать мое прошлое видео о том, что должен знать Android разработчик в 2021 году. И поэтому у меня возникло видео выпустить вот такой вот новогодний эфир, вот такой вот новогодний эфир, так как в принципе это самый главный вопрос у всех тех, кто хочет стать Android разработчиком. Что же должен знать Android разработчик или как стать Android разработчиком? На самом деле, если вы откроете статистику YouTube, то увидите, что самыми популярными видео являются видео серия «Какой язык программирования учить в таком-то году?» Там обзоры различных специальностей, различных направлений, куда идти, войти, куда не идти. Эти, конечно, видео, они пользуются большей популярностью, но они больше развлекательные видео, так как вы понимаете, что нельзя быть... Ну, конечно, можно, но это будет невысокого качества специалист. Нельзя быть специалистом во всем, да, нельзя рассказывать о том, что учить, а что правильнее изучать и в сфере разработки сайтов, в сфере разработки мобильных приложений, в сфере разработки игр, в сфере разработки, там, программного обеспечения под Windows. Я занимаю... Я до этого занимался разработкой сайтов, сейчас я сконцентрирован на разработке мобильных приложений. И, естественно, компетентно я могу рассказать вам о том, что изучать в 2022 году мобильному разработчику. Ну и сконцентрируюсь я сегодня лишь на Android разработке и расскажу вам, как же стать правильно и оперативно, без лишних проблем для вас, Android разработчикам в 2022 году. Видео будет разбито на три части. В первой части я расскажу о всех проблемах, которые вас ждут, если вы решили зайти в эту сферу и его только приступили к обучению. Во второй части я расскажу о программе, по которой вам нужно придерживаться для обучения, при обучении на Android разработчика. То есть я расскажу, что конкретно нужно изучать в 2022 году. И в третьей, заключительной части я расскажу вам, как избежать всех проблем, которые я озвучил в первой части, и о том, как продуктивно выучиться. Ну и небольшой дисклеймер. И, конечно же, избежать всей проблемы, получить более правильную программу, пройтись по ней, позволит мой курс Android разработчик за 3 месяца. Ссылочка на него есть в описании. Ну а мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android разработчиком, на актуальных технологиях, и обладать современными скиллами, и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе. Оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания, и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени, и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, Она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Самая главная проблема состоит в том, чтобы в принципе начать. Потому что все всегда начинается со снов. И по мере изучения материала, дальше и дальше, по мере вашего развития качественного разработчика, все подобно солнцу. То есть, внутри лежат основы все. Что это? Какие основы? Это базовая основа языка Kotlin в том объеме, который нужный для андроид-разработчика. Основы андроид-разработки в центре сид стоит. А потом уже, скажем так, вот над этими основами все поднарастает другими слоями, различными библиотеками, подходами. Но все крутится вокруг основ. И поэтому вам нужно в короткие сроки, на практике, изучить основы андроид-разработки. Обязательно нужны основы, причем правильные основы, современные, не устаревшие. И потом уже вокруг этих основ все идет расширение, расширение, все расширяется, ваши знания и по мере растут. Если вы великолепно будете знать основы, то тогда, допустим, материал следующего, более сложного уровня, будет вам даваться легко. Но опять же, проблема в том, что нужно подойти к основам и правильно их изучать. Потому что если вы неправильно подойдете, то уже этот начальный уровень вас отпугнет и вам покажется, что это очень сложно. На самом деле все очень просто. Даже те ученики, которые приходят ко мне и у них уже возникают некие проблемы на основах, я им даю более полные, развернутые либо видеоконсультации, либо аудиоконсультации. Я рассказываю какие-то вещи, которые им может быть из прямых уроков непонятно. И для этого и существует у меня на курсе пакет премиальный. Для того, чтобы было общение между учеником и преподавателем. И для того, чтобы было все понятно и без боли все проходило. И поэтому я всегда говорю своим ученикам, которые приходят ко мне на курс, что если у вас появился какой-то вопрос, вы не гуглите, вы сразу мне пишите. И я вам все разъясню более подробно, если что-то вам непонятно. Так вот, существует такая проблема в самом начале пути. Проблема в освоении основ. Казалось бы, основ, что может быть проще. Но нет. Если вы неправильно подойдете к основам, это вас очень сильно может отпугнуть. А если вы правильно изучите, то следующий шаг будет не таким сложным. Он будет более простым в понимании, нежели если вы бы плохо изучили основы. Поэтому начинается все с основ. К тому же, если вы начинаете изучать андроид-разработку, как правило, нет четко структурированной программы. Пока-то вы не понимаете, что точно учить, что нет. В одних местах требуются одни знания, там другие. В третьих местах третьи знания. И эта разрозненность большая. Плюс большой спор гигантский. Java, Kotlin тоже такой миф-стереотип, который просто отпадает. С восприятием вот этой всей информации просто такая создается каша в голове. То есть, существует тема большого количества материала. Человек даже, ну даже если у него есть какая-то программа обучения, он не понимает, где брать материал. В одном источнике показывается, как это делается по одному. В другом источнике показывается, как это делается по другому. Вы должны знать, что вот и существует, допустим, какое-то, нужно что-то для мобильного приложения сделать. Существует десятки решений, как вы можете это сделать по-разному. Да, есть сотни решений, но, ну не сотни, но может 50 решений, примерно так. Но большинство этих решений не будут отвечать принципам чистого кода. И не будут отвечать принципам правильной архитектуры. На самом деле существует, есть, да, десятки, допустим, десятки или пять правильных подходов, как это можно сделать. Но опять же, нужно понимать, где правильный подход, где неправильный подход. Конечно, есть некие, скажем так, триггеры, по которым можно отследить, правильный код это или нет. Но опять же, это все приходит с опытом. Но если вам так, вы только начинаете, то смотрите, если вы смотрите какой-то пример кода, и в коде не используется подход DataBinding, а идет подключение к XML-шаблону через функцию FindViewById, то это значит, что такого автора вам нужно бежать. И существует, ну, нескольких таких ключей, по которым можно понять, код качественный или нет. Про такие ключи я рассказываю на первой неделе своего курса. Поэтому проблема есть, да, большого количества материала и его избыток. Но от этой проблемы истекает еще одна проблема, что имеется не просто большое количество материала, а имеется большое количество устаревшего материала или материала с плохим кодом. Действительно, Android-разработка, она очень сильно развивается. Например, у меня есть на курсе, на первой неделе есть видео-урок по такому виджету, не, на второй неделе, по виджету Bottom Navigation, который позволяет делать навигацию по вашему мобильному приложению. Если вы откроете любое мобильное приложение, Instagram, ВКонтакте, YouTube, вы увидите, что внизу есть такая панель, по которой можно по разделам приложения ходить. Эта панель называется Bottom Navigation. Так вот, для того, чтобы вы могли переходить по этим разделам этой панельки, по вкладкам, вам нужен метод, который будет, такая функция, которая будет обрабатывать ваш таб по каждой из вкладок. Так вот, вот эта функция, она менялась за последние три месяца три раза. Я все время выпускаю обновления для Bottom Navigation. Это пример тому, как этот виджет развивается, да, допустим, один лишь виджет, как он развивается. Но при этом нигде особо про это не говорилось, только в официальной документации. И как мы обнаружили эту ошибку, мне просто ученики начали писать, что метод, который прослушиватель, который у меня в курсе, он зачеркнут чертой. А если он зачеркнут чертой, значит, этот метод устаревший. Вы его можете использовать, но просто Android Studio говорит, что метод устаревший. И поэтому я всегда смотрю, обновляю информацию на курсе, для того, чтобы была только актуальная информация. Так вот, мы видим такие проблемы. Во-первых, это проблема в том, что нужно изучать основы. Но приходите к основам и к изучению, у вас нет программы, просто это иерархия нарушена изучения. Даже если есть программа, то большое количество материала. Причем это большое количество, большинство из этого устаревший материал или материал с плохим кодом. Также вы, когда подходите, существует спор, что изучать, Java, Kotlin. Вы открываете вакансии, там Java и Kotlin нужно. Вы должны понимать, что основным языком под Android является Kotlin. Google, компания которой принадлежит Android, несколько лет назад заявила, что основным языком для разработки является Kotlin. Все официальные документации, в первую очередь, выходят под Kotlin. Все необходимые инструменты новые выходят под Kotlin. Потом уже через некоторое время, через полгода, все переделается, ну, выходит и под Java, но не все, скажем так, технологии, которые мы используем в Android разработке, они выходят в документации под Java, поэтому это очень важно. Кроме того, вы должны понимать, что вакансии, если вы, конечно, хотите трудоустроиться, потому что путей на самом деле много, если вы хотите трудоустроиться, вы можете открыть вакансию, видеть, что требуется Java. Вакансии строятся из такого принципа, вдруг мы такого найдем. Если придет человек со знанием Java и со знанием Kotlin, два человека разных, возьмут человека со знанием Kotlin, потому что это более, во-первых, перспективно, во-вторых, это то, что нужно применять сейчас. На Java они могут всегда взять Джуна, который знает лишь Java, да, и немножко натаскать его по Kotlin, но это очень просто. Потому что, где вы видите, прямо одна Java нужна, значит, где нужна Java и Kotlin, значит, вас просят прийти на проект, где вы должны смотреть тысячи строк устаревшего кода старого программиста, который написан, скорее всего, как, я, который, скорее всего, написан лишь бы как, и ваша задача будет переписывать этот старый код на новый код Kotlin, чтобы избавиться от того старого Java кода. Если вы хотите писать новые приложения, то все приложения современные, они создаются на языке Kotlin, поэтому Java устарела и не актуальна для Android, мы выбираем только Kotlin и изучаем все в Kotlin. У меня были такие ученики, которые приходили и говорят, мы хотим Java, но я им сразу говорю, вы хотите Java, значит, отмеряйте себе год на изучение одной Java. Java – это гигантский язык, он нецеленаправленно применяется для Android, его основное предназначение – это Enterprise. А Kotlin – это прям целенаправленно, ну, конечно, есть другие сферы применения, но в основном это он стал деменитым, основном из-за того, что он применяется под Android. Вот и все. Kotlin равноценно Android. Запомните, используем только Kotlin. Кроме того, я же говорю, много различных споров и иных заблуждений, какие технологии изучать, но опять же, этот вопрос в вас исчезнет, когда вы посмотрите вторую часть в этом видео. Она будет чуть позже. Еще такой момент, когда человек входит, как правило, человек, когда входит, у него есть работа основная, и он может учиться лишь, в лучшем случае, по вечерам, либо на выходных. И по факту мало времени на изучение Android разработки. И я советую делать так, либо вы учитесь по 2 часа по вечерам каждый день, либо выделяйте на это дело выходные. При таком подходе 3 за 3 месяца реально, ну, самый долгий срок, это был 6 месяцев на моей памяти, когда ученик доходил до нужного результата. Сейчас Новый год, начинаются праздники, 9 дней как минимум выходных, и, в принципе, это сейчас реальный шанс быстро ворваться. Вы можете целые дни сейчас посвятить просто на праздниках именно, ну, не из первого, там, со второго, грубо говоря, с третьего числа, изучению и прям ворваться. И то, что, допустим, материал за 2 месяца, вы можете, если вот прям сядете, плодотворно изучить за эти 9 дней, ускоренно, потому что вы сможете выделять целые дни для этого. Поэтому это очень хороший вариант для вас сейчас ворваться сюда и начать изучать андроид-разработку качественно. И если вы слушаете сейчас мои эти слова, и вы досмотрели это видео до этого момента, значит, вам изучение андроид-разработки для вас очень важно, и вы хотите стать андроид-разработчиком. И если для вас это так важно, то я вам дам скидку на свой курс. Просто напишите мне на моей соцсети, ссылка на моей соцсети есть в описании, под видео. Если вы смотрите и сейчас слушаете эти слова мои и досмотрели до этого момента, значит, вам это важно. Я нигде не буду афишировать эту скидку, потому что обычно я никакую скидку на свой курс не даю, потому что у меня и так очень много учеников записываются, курс пользуется популярностью, и я никогда не даю скидку на свой курс. Но раз вам это нужно, вы дослушали до этого момента, и сейчас новогодние праздники, я вам дам скидку. Просто напишите мне во ВКонтакте, в Facebook, либо на почту, напишите мне, хочу курс со скидкой. Все. Я вам отвечаю, говорю, какие условия. Но это вот сейчас я вам рассказал, о том, что на этом моменте. Больше я нигде это афишировать не буду. Итак, далее. Очень важный момент, что когда вы изучаете андроид-разработку, вам нужно сразу практиковаться. То, что вы не практикуете, не останется у вас в памяти никогда. Вы сегодня это, очень многие накапливают знания, через две недели не могут вспомнить, что они накапливали. Нужно сразу применять. Ваш мозг будет сопротивляться обучению, потому что вашему мозгу непонятно, для чего вы это изучаете. Он не понимает, где он будет это применять. Если вы посмотрите урок, сразу примените. Плюс очень важен фактор короткого результата, быстрого результата. То есть, вам нужно видеть результат моментально, а не через месяц, через два. Вы должны видеть свой результат и видеть, допустим, с самого минимального начать. Например, вы кнопку разместили, текстовое поле, при табе по кнопке, в текстовом поле что-то записали. Это уже ваш продукт. Это то, что вы сделали своими руками, своей головой. То есть, это, во-первых, вы испытываете невероятные эмоции. Во-вторых, вы видите результаты, вы можете идти дальше и понимать, к чему вы идете и для чего все это вы делаете. В принципе, это все проблемы, которые вы можете встретить на своем пути. Это, во-первых, проблема к правильному подходу к основ, проблема отсутствия строгой иерархии программы обучения, проблема большого количества материала, материала устаревшего и с плохим кодом, много споров по технологиям, какие применять, какие нет. Вас это все запутывает, мало времени на изучение и нужно, главное, сразу пробовать и не собирать знания. В принципе, я ответил на вопросы, что нужно для... как это можно решить. Я уже, в принципе, походу начал отвечать на эти вопросы. Но еще раз отвечу в конце видео об этом на это. А сейчас давайте я перейдем, я вам расскажу подробную программу обучения, что вам нужно знать для того, чтобы... что вам нужно знать, что вам нужно изучать для того, чтобы стать Android-разработчиком. Естественно, я буду показывать на программе своего курса, потому что как раз таки программа моего курса, она охватывает все навыки, которые вам нужны для того, чтобы стать Android-разработчиком. И неважно, какой вы путь выберете. Вы хотите быть наемным сотрудником, фрилансером, например, работать напрямую с заказчиком или создавать свои проекты стартапа. Неважно. Все это вам будет нужно. Итак, давайте перейдем к изучению программы обучения. Итак, мы находимся сейчас на моем сайте, на странице Android-разработчик за три месяца. Вот программа курса. Она рассчитана на три месяца, но вы можете этот курс проходить за сколько угодно времени. Причем фишка в том, что вы не платите за лишнее время, которое вы проводите на курсе. Итак, первый месяц. О том, что я говорил. Первая неделя основы. Открываем программу. Здесь мы изучаем основы Котли. Перед основами несколько видео идут ознакомительных. Я рассказываю, как установить все программное обеспечение. И рассказываю также про материал, про фундамент программы Android Studio. О том, как создаются проекты, иерархию проектов и про дата бандинг. Потому что это вам нужно знать перед тем, когда же вы переходите к основам Котлин. Котлин это язык программирования, на котором создаются Android приложения. И очень важно изучить основы. Но основы мы изучаем только те, которые будут нужны вам именно для Android разработки. Мы изучаем переменные, условные операторы, всех операторов изучаем, коллекции, циклы изучаем, функции изучаем, весь фундамент, весь синтаксис. И дальше вы переходите к изучению объектно-ориентированного программирования в Котлин. Я рассказал там в фильме максимально просто на примере простых товаров в магазине, что такое ОП и как оно применяется. Все, мы изучили Котлин, далее идет первое домашнее задание, вы тренируетесь и применять эти все знания. После этого, так же на первой неделе, идут основы Android разработки. То есть, на этом этапе вы научитесь делать все самое базовое в Android разработке. Все, узнаете про activity, фрагменты, как XML шаблон взаимодействует с Котлин классом. Уже сможете обрабатывать табы, табы по кнопкам. То есть, делать все самое фундаментальное, что вам, что только можно придумать, тем, чем вы будете заниматься в разработке ежедневно. Далее, вторая, третья неделя это изучение библиотеки материал дизайн. Вам очень важно изучить библиотеку материал дизайн. Материал дизайн это библиотека, которая поставляет кнопки, переключатели, различные выдвигающиеся панели, меню, то есть, все то, что пользователь видит на экране. По сути, вы научитесь создавать визуальный интерфейс для вашего мобильного приложения и обрабатывать кодом все события, которые связаны с этими элементами. То есть, те события, которые связаны с действиями пользователя. Тут две недели этому уделено, всякие карточки. Ну, тут, в общем, вы должны понимать, вам нужно знать библиотеку материал дизайн. На четвертой неделе первого месяца вы переходите к изучению очень самых главных виджетов просто. Это, во-первых, вьюпейджер. Что такое вьюпейджер? Вьюпейджер это подобие вебе слайдера. То есть, это контент, который листающийся, их несколько вариантов листающегося контента, но это просто примитивный листающийся контент типа слайдера. Далее мы изучаем, мы изучим с вами, как создаются вкладки на основе этого вьюпейджера. Я думаю, все понимают, что такое вкладки, когда в этапе по какому-то заголовку подружается один контент, этапе по другой вкладке подружается в другой контент. Это реализовано все с помощью вьюпейджер. И далее мы изучаем самый главный виджет RecyclerView. RecyclerView, вот все, что вы видите в виде листающегося контента с большим количеством информации. Каталог товаров, список постов, какие-то опции, какие-то категории, какие-то заметки. Все это сделано с помощью RecyclerView. И самое главное, мы учимся, как правильно обрабатывать таб по элементам этого списка. Потому что, если вы откроете интернет, вы увидите, что это все обрабатывается в адаптере. Это неправильно. Адаптер должен только наполнять контентом. Мы должны прямо в классе Activity создавать специальные методы. Я учу вас, как это правильно делать. И после этого мы изучаем с вами вложенный RecyclerView. Вложенный RecyclerView, это, например, когда у вас идет список категорий, и в каждом списке категорий, в каждом элементе есть другой еще список. То есть, такие штуки крутые мы с вами учимся. Это первый месяц. Просто после этого будете, можете создавать приложения, любые приложения, которые не используют базу данных. А вот на втором месяце мы переходим к изучению базы данных. На первой неделе второго месяца мы изучаем базу данных на локальном устройстве. То есть, база данных, которая уже располагается именно на устройстве смартфона. Мы учимся работать с этой базой данных через библиотеку Room, которая позволяет все это делать. Мы уже, скажем так, будем смотреть на архитектурный паттерн MVVM, который позволяет использовать ViewModel. ViewModel это специальные такие, скажем так, классы, файлы, если вы не знаете Android разработку, относитесь к файлам. Это такие небольшие файлы, которые позволяют уменьшить количество кода и перенести всю бизнес-логику, всю обработку вашего кода с базы данных в отдельный класс, в отдельный файл. и правильно модернизировать весь принцип получения данных с базы данных. То есть, все это делать как в нескольких потоках. Это позволит вам ускорить работу вашего мобильного приложения. Так вот, всему этому я учу на вот этой пятой неделе. И здесь также я, мы изучаем работу с базой данных уже на примере RecyclerView списка. То есть, мы уже будем получать список не статичный, как на прошлой неделе, а уже с базой данных динамично. Это вот пятая неделя. На шестой неделе мы подключаемся уже к работе с базой данных на сервере. Я вам рассказываю, что такое хостинги, домены, я вам рассказываю, как создать базу данных на сервере. Для чего используется база данных на сервере? База данных на сервере используется для того, чтобы хранить там информацию, которая должна быть доступна всем пользователям мобильного приложения. То есть, если мы говорим про локальную базу данных, с которой мы работаем через Room, то там мы используем данные, в этой базе данных, которые вел каждый пользователь самостоятельно с помощью своего мобильного приложения и сохранил. Здесь мы используем именно те данные, которые важны для всех пользователей. Это, допустим, если вы откройте интернет, например, если вы откройте магазин приложений, то это данные, допустим, о количестве товара, о товарах, о категориях товарах, то есть, об остатках товаров, об актуальных ценах товаров, либо, если это контентное приложение, то это список постов, вот все такое, что связано с контентом, оно все хранится на сервере. И мы будем учиться работать на сервере с базой данных MySQL. Я вам расскажу о теории базы данных, я вам расскажу, как создаются базы данных MySQL, я вам покажу, как писать запросы на языке программирования PHP, и далее мы будем учиться получать данные сервера ваше мобильное приложение. И также мы научимся применять основные методы работы с базой данных, запись базы данных, получение по фильтрам, обновление базы данных и полная ее очистка. То есть, вы научитесь получать данные с базы данных на сервере. На седьмой неделе второго месяца мы уже полноценно познакомимся с вами с архитектурой MVVM. То есть, мы научимся брать эти данные с базой данных на сервере в Москве. При получении перезаписывать эти данные в базу данных на устройстве с помощью библиотеки Room и работать уже с внутренней библиотекой Room. Потому что это очень важно. Допустим, у пользователя не будет интернета и он не сможет получить данные сети. Но у него будет последний сохраненный данные сети и он сможет работать с ними. Это все реализовано еще в архитектурном паттерне MVVM и вы с помощью после этой недели сможете великолепно владеть этой архитектурой и работать со всеми типами данных. Кроме того, я на эту неделю поставил еще урок по Shared Preference. Это некий такой объект, в котором вы можете хранить короткие какие-то строки и вызывать из этого объекта данные в любом месте мобильного приложения. Уже после этого второго месяца вы сможете разрабатывать абсолютно любые мобильные приложения. Вы будете уже после второго месяца мастером разработки андроид приложений. А вот третий месяц настроен на прокачку ваших текущих знаний. Девятая неделя мы рассматриваем то, что не прошло в остальные все время вашего обучения. Тут мы научимся делать уведомления пользователю, прикольные загрузки, анимации, работать со сменой ориентации экрана. На второй неделе третьего месяца мы с вами научимся такому подходу как Navigation Architecture Component и посмотрим как он реализован. В базе используется всегда работа со фрагментами, база в архитектуре работа со фрагментами. Но мы еще посмотрим как тут тоже подход через фрагменты, но чуть-чуть немножко другой подход и мы посмотрим этот подход. И следующее один и кстати я забыл сказать, что также в архитектуре MVVM мы здесь учимся использовать инъекцию зависимости через коэн через библиотеку коэн что такое инъекция зависимости например у вас когда вы используете архитектуру MVVM для того чтобы получить какие-то данные вам нужно инициализировать установить все классы относитесь к классам как фрагментами классам как файлам если вы еще не знаете андроид разработку и если вы используете мы используем множество классов вам каждый класс нужно инициализировать и для того чтобы разорвать эту цепочку вам нужно сделать инъекцию зависимости с помощью библиотеки коэн это делается просто за несколько минут есть основная библиотека даггер которая более сложная к пониманию она рассматривается в бонусных уроках к этому курсу но опять же коэн очень прост и вы можете его и легко использовать и он рассматривается на восьмой неделе и так возвращаемся к третьему месяцу далее я на 11-12 неделе на основе имеющихся знаний мы разрабатываем мобильное приложение для кофейней вы увидите фактическую разработку да конечно на каждый из месяцев мы создаем проекты на основе которых мы как бы изучаем конкретный материал но 11-12 неделя это разработка полноценного мобильного приложения который позволит вам все закрепить и понять как это все примут в коммерческом мобильном приложении реализуются ну дальше тут бонусы бонусах я опять сказал это изучение даггера если вы хотите даггер применять для инъекции зависимости изучается даггер идут уроки такие как как создавать резюме если вы хотите трудоустроиться как проходить собеседование если вы хотите трудоустроиться если вы хотите выйти на фриланс как выходить на фриланс и получить первый заказ я заведу до первого заказа и далее если вы хотите работать напрямую с заказчиками, как построить вокруг себя всю эту иерархию по работе с заказчиками, брать правильные заказы. И если вы хотите писать свои проекты, я вам расскажу о том, как выходить на рынок стартапов, где брать идеи и вообще как анализировать свой стартап. Это все есть в бонусных уроках, но бонус доступный лишь только для тех, кто обучается по премиальной программе. В принципе, это все, что вам нужно знать для андроид разработки в 2022 году. Это весь стек технологий, который вам нужно знать. Вы всегда можете открыть эту страничку, ссылка на нее есть в описании под видео и посмотреть, что вам требуется. Но для более качественного обучения, я вам рекомендую все-таки записаться на личное обучение и пройти весь курс вместе со мной. Я вам расскажу, что и как вас доведу за руку до финальной точки. Кроме того, если вы приобретаете этот курс по премиальной программе, то тогда вы еще в подарок получаете другой курс, который называется «Мобильное приложение для интернет-магазина». Там уже нюансы, связанные с коммерческим решением, то есть с коммерцией, именно с продажей через интернет-магазины. И там вы научитесь еще создавать приложение для интернет-магазина. И по факту, после курса, когда вы выйдете из этого курса, у вас будет два мобильных приложения в портфолио. И вы можете идти по своему пути очень смело. Либо легко трудоустроиться уже с двумя проектами, либо брать заказы уже в портфолио с двумя проектами. Ну, либо создавать свои проекты, и у вас уже будет распоряжение весь имеющийся опыт. И, как я обещал, в конце видео я вам расскажу, как решить все проблемы, связанные с обучением на Android-разработчика. Основы. Я вам предоставлю качественные основы и расскажу вам, как правильно к ним подойти. Большое количество материала. Весь материал, который вы будете изучать у меня на курсе, он четко структурирован, он актуален, он все время обновляется, и он составлен с правилами чистого правильного кода. Поэтому проблем с этим не возникнет. Много споров и заблуждений. Никаких споров и заблуждений. Конкретная тематика, конкретные технологии. Изучайте только то, что вам непосредственно нужно. И все. Мало времени на изучение. Опять же, я говорю, сейчас новогодние праздники. Можете подойти, еще там за 9 дней, эти 2 месяца эти освоить легко, в принципе. Ну, либо хотя бы первый месяц. Потом уже пойдет, пойдет, пойдет. Намного все проще, потому что вы будете видеть результаты и понимать, как это все двигается. Нужно сразу пробовать. Для этого на моем курсе на каждой неделе есть домашние задания. Вы сразу практикуетесь, пробуйте, пробуйте, пробуйте. Мы с вами общаемся. Я вам рассказываю, как и правильно все это сделать, как правильно практиковаться. И проверяю домашние задания, мотивирую вас и даю вам обратную связь по вашим домашним заданиям. И, в принципе, вот пути решения проблемы, как стать андроид-разработчиком в 2022 году. Я вас приглашаю к себе на курс. Стать андроид-разработчиком. Приходите, я вас обучу. Те, кто досмотрел до нужной минуты, то те получили подарок. Пишите мне, если вам этот подарок нужен, я вам помогу. Ну, а впереди у нас Новый год. Я вас поздравляю с наступающими праздниками, с наступающим Новым годом. Желаю вам, чтобы в будущем, если вы хотите стать андроид-разработчиком, то в будущем в 2022 году вам это удалось. На связи был обучающий проект МакБу. Мы уже встретимся с вами в следующем году. В субботу это праздники, поэтому в субботу подкаста не будет. Я думаю, что ровно через недельку выйдет уже первое видео в следующем году. Если хотите стать андроид-разработчиком, давайте до Нового года записывайтесь ко мне на курс. А я вам желаю в будущем году еще раз, чтобы вы исполнили свою мечту. И до встречи в следующем году. На связи был Мабу. Всем пока.